Друзья, всем привет! Как дела? Ну что, друзья, мы находимся в Палермо, это городок в Италии. За нами плывут кораблики. Ладно, шутка. Мы находимся в ближайшем Подмосковье, по Калужскому шоссе. И мы едем к моему другу, с которым я не общался почти 10 лет. Мы дружили в студенческие времена. И оба гоняли на Вольво. У меня была 760-я Вольво Турбо, а у него была очень редкая 740-я Вольва с двигателем B204FT. Это 16 клапанов Турбо в очень крутой комплектации. Поверьте, таких машин в России, но прям единицы. Вы вряд ли их видели. И вот он на меня наткнулся примерно полгода назад. Сказал, блин, Макс, увидел тебя на Ютьюбе. Ну и мы заново стали общаться. А эта Вольва у него до сих пор живая. Она стоит в гараже. Она стоит у него в гараже уже последние 7 лет. Он ее заводил в последний раз в 2013 году. Он говорит, слушай, Максона, а у тебя есть возможность мне помочь? Потому что все-таки я хочу на ней покататься, смотрю твои видео. И что-то прям очень хочется вспомнить молодость. И на ней поесть. Я говорю, да, конечно, у нас есть ресурсы, возможности. И давай я приеду ее посмотрю. И, возможно, помогу тебе с ее ремонтом. В общем, сейчас мы едем к моему товарищу. Его зовут Андрей. Он нам покажет свою Вольву. Я вам про нее расскажу, покажу. Ну и, надеюсь, могу помочь ему с ремонтом. Друзья, мы подъезжаем к моему другу, который я не видел реально уже, по-моему, лет 10. Это папа Андрея. Он когда-то Андрею дал вкус к машинам, я так понимаю. Андрей же из-за вас любит клевые старые тачки. Только из-за него, только из-за него. Ну что, Максим, давай. Сейчас я вспомню детство. Вспомню, как мы на ней ездили, когда я учился в институте. Да, это же в институте было. А в какую-то она в другую сторону открывается. Ты его реально 7 лет не открывал? Нет, ну гараж открывал, безусловно. Папа, когда машина последний раз за это самое? Когда вы ее заводили последний раз? Вроде 3 назад. Но не ездили. Блин, друзья, на ней стоят диски. Эти диски я продавал Андрею много-много лет назад. И это очень редкие, клевые, оригинальные, вольвешные диски. Я знаю, что вы все не любите волево, а вот мы их очень любим. Я когда учился в институте, я завидовал Андрею белой завистью, потому что его тачка была в идеале. Потому что они ее 10 лет назад реставрировали, Андрей на ней ездил, когда учился в институте. И вот я хотел машину довести до такого состояния, но, сами понимаете, студенческие годы, денег не было. За 60 тысяч покупалась машина и просто ездилось и делали все померять. Ладно, у тебя были длинные фонари, американские на 760. Да, Андрей мне тоже чуть-чуть завидовал, потому что у меня... И высокая торпеда. Да, да, были шаради. У тебя была высокая торпеда и длинные американские фонари. Блин, она по-прежнему прекрасная. Обалдеть. Блин, и в ней вкусно пахнет, обалдеть. Она стоит довольно давно, и Андрей хочет на ней немножко поездить. И поскольку он уже стал семейным человеком и выпал из этой темы, и видит, что я постоянно с кем-то общаюсь и что-то делаю, вот мы с ним созвонились, он говорит, Макс, а можно ее оживить? Я говорю, да, конечно, можно. Я вообще с радостью тебе в этом помогу. Хоть у меня там, я не знаю, не хватает сейчас времени на остальные проекты, но это просто, это моя любовь. Вот прям честно, это прям моя любовь. Старые Вольвы, это какой-то космос космический. Ну что, друзья, сейчас мы выкатим тачку после 7 лет стояния в гараже. Блин, посмотрите, какой у нее цвет. Так, ну что, друзья, немного расскажу об этом прекрасном автомобиле. Это Вольво 740, 90-го года выпуска. Какие особенности у этой машины? У этой машины, скажем так, это была переходная модель. Тогда еще не начали выпускать 940. Это типа была люксовая версия 740-й Вольво. Здесь передние фары, капот, решетка и бампер стоят как на Вольво 940. А задняя часть машины это 740. Но были внесены изменения, другие задние фонари, потому что на более старых версиях они такие квадратненькие, а здесь полосочки. Плюс здесь стоит задняя независимая подвеска с невоматами. Такую подвеску ставили на все подряд. Начиная с 92-го года на 960-е Вольво. И уже в 96-м году на Вольво С90. Потому что вообще в Вольвох традиционно использовался обычный мост. Ну и так далее. Что касаемо двигателя. Двигатель здесь двухлитровый, 16-ти клапаны, турбо. Для тех времен это просто гениальная какая-то инженерия. Ну, Вольвисты всегда, скажем так, славились какими-то прогрессивными идеями и инновациями. В общем, это двигатель называется B204 FTA. Это тоже очередь. Это BTA. А, просто нет. Это GT. Нет, он был GT, потому что он бесфитализал. GT, вот посмотри в ПТСе. Там написано FTA. В ПТСе написано 2 лошадиных силы. Там все другое. В двигателе ровно 200 лошадиных сил. Она довольно экономичная и довольно круто едет. У меня когда-то тоже в институте была машина с таким мотором. И я вам хочу сказать, ехала она как надо. И опять же, для 90-го года это прям пушка. Потому что японцы такие машины с таким КПД стали делать сильно позже. И они стали сильно модными. Но я не знаю, по какой причине. Вольво именно эту модификацию выпускало всего несколько лет. Потому что они, видимо, не понимали, продлять им этот кузов или не продлять. Но в итоге был выпущен следующий кузов. Вольво 940. Там стоит обычно на них 8-клапанный мотор. Они были атмосферные, турбо. Ну, в общем, там было много модификаций. Но как эта машина, это просто, скажем так, неограненный алмаз. Потому что их, во-первых, было мало. А во-вторых, именно эта машина в офигительном состоянии. Но вы сами видите. Здесь, помимо всего прочего, был установлен кондиционер. Для, опять же, для 90-го года. О, друзья, меня поправляют. А я просто забыл, что в ней стоит климат-контроль. Но в салон мы сейчас перейдем. И я вам расскажу, какие там были всякие примененные мульки. Для тех лет, на мой взгляд, очень-очень крутые. А, ну и также, кстати, на машине стоит система ABS. Ну, в общем, скажем так, для машины 90-го года здесь есть абсолютно все, что есть в современных машинах. Ну, кроме сейчас телевизора, скажем так. Потому что ABS, климат-контроль. А сам блокировщик за ней официал, независимая подвеска. Здесь хорошие тормоза, передние, задние, дисковые. И, ну, пойдемте в салон. Сейчас расскажу немножко про салон. Как видите, здесь довольно прикольный салон. Бежевый цвет тоже довольно редкая комплектация. Они обычно были черные, синие. Уолева почему-то всегда были странные цвета салонов. Но здесь все прямо, все как надо. И плюс, Андрей, когда они ее восстанавливали 10 лет назад, они здесь поставили классную аудиосистему. Здесь стоит хороший главный устройство Clarium. Опять же, кто вырос в 2000-х, знает, что это. Кто из молодых, даже не понимает, о чем идет речь. Но это, в общем, на тот момент была топовая магнитола. Здесь стоят очень клевые колонки. И сделаны самодельные подиумы. Морель, это, в общем, на тот момент это был просто топчик. Да, ну и, как видите, здесь есть климат-контроль. Это прям полноценный климат-контроль. То есть здесь есть, можно выставить температуру, сделать авто, ну и так далее. Все как в современных машинах. Салон здесь комбинированный. Это тоже довольно редкая комплектация, когда бока кожные, а центр велюровый. И все, ну, то есть, знаете, летом попа не потеет, зимой не мерзнет. Но и при этом все очень эстетично и красиво смотрится. Здесь есть люк. Ну, люк на многих машинах ставил с этих годов. Это, ну, вряд ли там что-то редкое, да. Но здесь он уже электрический, потому что на моей машине, она у меня тоже была 90-х годов, у меня была мешалка, да, крутилка. Ребята перешивали здесь салон. Это замша, да, я так понимаю? Тут перешиты передние боковинки сидений и вот эти вот верхние боковинки. Да, да, я вижу, да. И потолок. И вот эти плохо перешитые стойки. Ребята, также, это же вы тоже перешивали? Нет, это спортивная руля Вольво. Это спортивная руля Вольво. Слушайте, видите, прикольно, вот этого я даже не сдал. Здесь, кстати, он еще и кожаный. Это комплектация необычная. Это кожаный руль и кожаная такая подушечка очень прикольная. У меня не было ни одной Вольво, хотя у меня их было очень много. Да, с кожей и такой подушечкой, да, он действительно меньше. Ну, также здесь довольно прикольная приборка. Здесь, ну, есть датчик давления турбо, вольтаж аккумулятора, ну, бензин и, соответственно, температура. Но, опять же, все смотрится очень лаконично и прикольно. Знаете, такие круглые рейта-приборы смотрятся довольно забавно. Сзади здесь довольно удобный мягкий диван. И, опять же, из приколов, здесь абсолютно полный, ну, пакет здесь спереди и сзади стоят стеклоэлектрические стеклоподъемники. Опять же, для тех лет это такая довольно редкая история. И, вообще, Вольво никогда себя не оппозиционировала, как машина, там, люксовая или какая-то, там, я не знаю, бизнес-класса. Но, конкретно эта модель, видимо, с этой целью и делаюсь. Потому что по соотношению комфортно, мощности, там, и всяких прибыл, которые в ней стоят, она сейчас не уступит даже многим современным машинам. Ну, в общем, да, про салон как-то так. Сейчас мы накачаем на ней колеса, вызовем элкуатор, так как мы боимся ее заводить. Хочется сначала выкрутить свечи, залить туда развоксовку, либо дизельное топливо, поменять масло, свечи, а уже после этого ее запускать. Ну что, друзья, мы накачали колеса, машину мы заводить не будем, так как она давно стоит, у нее сухой мотор. Надо сначала слить масло, поменять грэм, сделать развоносовку колец, снять клапанную крышку, пролить все маслицем. В общем, знаете, запустить, скажем так, машину правильно после долгого стояния. Также ребята хотят перебрать заднюю подвеску. Также здесь стоит первый мультилинк, независимая подвеска. Но, сами понимаете, возраст машины, саленблоки устают. И даже когда у меня были такие тачки, там убивается один саленблок, такой большой, он держит редуктор. И такие, знаете, небольшие стуки при подключении и передаче. Ну, это некомфортно. И сейчас вроде бы как есть возможность у меня помочь Андрею с этим. И вроде бы как нам позволяют бюджеты эту тачку сделать по фэншую. Тут в багажнике уже лежат кое-какие запчасти. Вот лежат задние невоматы. Что такое невомат, я не знаю, знаете вы или нет. Но это, грубо говоря, сам подкачивающийся амортизатор. То есть, как ни нагрузи жопу, она прям делает пару качков и становится ровно. И это тоже одна из фишек Volvo. Потом такие же амортизаторы стали ставить на Mercedes, по-моему, 124 и на 140 как Mercedes я встречал. Ну, и еще здесь есть пару ремней. Они новенькие. Я надеюсь, что они испортились. Но, опять же, если испортились, купим новое. В общем, как-то так. Сейчас мы развернем машину. Мы ждем амуклатор. Выставим ее ровно, чтобы как только он подъехал, мы ее закинули и поехали дальше. Итак, друзья, еще у нас новый партнер, кто будет помогать нам с перевозком автомобиля. Это компания Добровоз. У ребят своей тачки, свое приложение. И есть кроевый бонус по промокоду LEGARAGE. У вас будет скидка 500 рублей на любую эвакуацию. Поэтому качайте приложение. Ну и спасибо ребятам за то, что нас поддерживают и помогают. Потому что сейчас сложный период. И нам это нужно. У тачки один владелец. Солете один. С 97-го года в России эта семья является ее владельцем. Это очень круто. Ну что, ребят, я сейчас немножко подумал, куда еще везти тачку, что с ней делать. И решил отвезти ее к моим друзьям в мастерской винтик и шпунтик. Потому что ребята, ну, они помимо тюнинга занимаются просто машинами. И у них довольно правильный подход. Потому что вот этими тачками сейчас старыми вообще никто не занимается. Квалифицированный сервис найти фактически невозможно. Я бы мог сам кое-что поделать по мотору. Но здесь еще есть нюансы с задней подвеской. Но, как вы знаете, у меня нет подъемника. И это будет очень сложно осуществить. Надо будет заказывать соленблоки. Делать всякие мелочеки. Поэтому мы ее везем в винтик и шпунтик. То есть какую-то часть работы сделают они. Ну, а запчасти на нее, там, уже я буду искать. Мы попросим диски, переберем заднюю подвеску. Ну, еще, короче, будет много всяких мелочей. Это мы сейчас тут приедем к ребятам. Я буду им рассказывать. Зато я вам расскажу, что нужно делать. Ну что, Эндрю, я надеюсь, что мы сможем тебе помочь. Машине, надеюсь, правильное место. Ты уж хотел мне руку, да, пожать? Да. Мы 10 лет не виделись. Мы с тобой еще будем в ближайшее время много видеться. Потому что я думаю, что эта ртопея, она не самая быстрая на свете. Ну что, спасибо Андрею, что вспомнил про меня. Спасибо, кстати, Ютубу, потому что он говорит, что увидел меня именно там. Не, я про тебя всегда помнил. Но я позвонил, а тебе после того, как увидел на Ютубе. Да. Я рад, что Андрей меня набрал. У нас есть возможность вам рассказать про действительно необычную, редкую машину, с которой меня лично связывает очень теплое чувство. Я вообще люблю Вольво, как вы знаете. Ну и вот у меня есть товарищ, который к ним относится так же уважительно, как и я. Спасибо тебе большое. Тогда будем на связи. Давай вот так вот. Да, все. Коронавирус, все дела. Коронавирус, да. Все, друзья, мы подчали в сервис. По прибытию еще все подснимем. Ну что, друзья, мы приезжаем на базу Винтик и Шпунтик. Мы опогнали эвакуатор. Сегодня очень жарко, выходной. Но благо пробок нет, потому что выходной все свалили за город. Что для нас в целом хорошо. Но отдыхать тоже, конечно, хочется. Мы чуть посиделим, совсем не отдыхаем. Ну ладно. Все ради вас, друзья. Всем привет. Как дела? Мы приехали в самую крутую мастерскую на свете. Винтик и Шпунтик. Мы сейчас загрузим тачку. У них тут такая стоит машина. Я таких вживую не видел ни разу. Я думаю, много кто не видел. Но тут правда она не одна такая, целая коллекция. Меня зовут Евгений. Я занимаюсь внешним видом автомобилей. Конкретно оклейкой, изобретением всяких дизайнов. Короче, Женька на самом деле правда классный парень. Он делает дизайн на пленке и оклеивает тачки. Я видел несколько проектов. Они были довольно крутые. А сейчас вот у них в цеху стоит машина, которую они оклеивают для гонок. Ну сейчас там идет подготовка. Но через пару минут я вам про нее расскажу, потому что это пушка просто. Так, ну что, я еще раз хочу поблагодарить компанию Добровоза за то, что нам помогли с эвакуацией тачки. Скачивать их приложение. Потом укладывали гараж. Скидка 500 рублей. У ребят свой автопарк, что очень круто. И свеженькие машинки. Ну и вроде как они очень стараются следить за сервисом. Ну и сегодня это проверяют действительно так. Так, ну что, друзья, мы выгрузили тачку. Здесь, как видите, стоит моя бывшая Вальвушка. Я ее продал Степе. И на ней уже сломался мотор. Но по необъяснимым причинам. Точнее пообъяснимым. Просто у мотора есть свои нюансы. Я вам сейчас покажу, что случилось с мотором на 240-й. Но ребята заказали на него гильзы Дарта, называется. Да, это типа мега-крутые мощные гильзы выдерживают там 500 тысяч л.с. Ну, в общем, поменять гильзы. Так-то все было хорошо. Но вот машина стала поджирать масло. А ребята перпекционисты. Ну и вообще не круто, когда тачка масло поджирает. Стали разбираться. Ну и нашли причину. Я вам ее сейчас покажу. Также здесь стоит пульсарщик. Я вам уже снимал про него обзор. Мне его дали покататься. Но буквально в тот же день, когда мы делали про него съемку, на нем сломалась турбина. Она сделала пук. Ну, в общем, там слетели шланги. Она передула, развалилась. Ну и в любом случае, она не очень корректно была собрана. И мы решили поставить оригинальный коллектор. Оригинальную турбину. Ну и собрать все, скажем так, правильно. И заодно пигловить пайпы, чтобы все было красиво, аккуратно. Ничего не перегревалось. Ну и машина была максимально надежна. Также здесь стоит у ребят... Ну, у них вообще всегда круче все стоит. Вот стоит Эвик 6. Очень крутая машина. И вы, опять же, просили после обзора Porsche 993, чтобы мы сняли обзор про серебряный Эвик, который стоит у Степы в гараже. Но в нем мы обязательно что-то снимем. В общем, чем я люблю ребят из Винсика и Шпуньика? Тем, что они и тюнят тачки, и стоковые тачки делают. И максимально, скажем так, изучают всякие проблемные места разных машин. Потому что у разных машин, они, ну, есть свои болечки. И они в целом все знают и знают, как с ними бороться. Как вот с валевой, как с пульсаром. Как вот они знают, что делать с Эвиками. У них также обычно в работе много паршей. Вот стоит турбак очень симпатичный. И также здесь стоит Mercedes Galvin. Это, ну, чередка крутая машина. И вот тут стоит у них клиент пригнал. Что-то, видимо, нужно обслужить. Ну, а самое интересное, что я говорю, чего я не видел никогда, пойдемте я вам покажу. Это просто... Ну, вы посмотрите на это. Я не знаю, кто-то из вас смотрел американские фильмы, не смотрел про американские гонки. И в Штатах есть такой вид гонок, называется драк-рэйсинг настоящий. Там, где машины разгоняются, едут 400 метров, выезжают там из... Блин, кто-то за 2 секунды, кто-то за 3, кто-то из 10. В общем, я могу сказать честно, сильно в этом не шарю. Но я знаю, что в этом моторе 4,5 тысячи лошадиных сил. Она принадлежит одной нашей российской команде. Она участвует в гонках. И сейчас она, ребята, стоит на клейке. Подготавливают пластиковый кузов, собственно говоря, к виниловой клейке, чтобы, ну, машина соответствовала какому-то гоночному стилю, ну, и какой-то команде. Также у ребят здесь стоит 15-я Сильвия, которую Степа готовит для гонок в РДС. И будет ездить на ней сам. Вот они сейчас на ней переделывают каркас, потому что Степа довольно высокий. Когда купили тачку, он в ней не помещался. Перевелили каркас, ну, и сейчас там пигносят всякие разные мелочи. И вот также корвет, про который мы вам уже рассказывали, точнее, вам рассказывал сам Степа. Видите, уже на нем стоит кузов. И, опять же, немного позже, сейчас еще им доедут запчасти, мы снимем про него, ну, какие произошли изменения и расскажем, как движется работа, потому что, опять же, было много комментов на эту тему. Ну, и, как вы видите, я начинаю плотно дружить, общаться с ребятами, чему очень рад, потому что, ну, это прикольно. И, знаете, когда каждый раз сюда приезжаешь, радуются глаза всему происходящему. Что касается этой тачки, это просто безумие. Я, наверное, никогда в жизни на такой не прокачусь, потому что, ну, это, во-первых, тут негде сесть пассажирам, чтобы на ней быть водителем, надо иметь очень высокую квалификацию, большой опыт, ну, вождения гоночных автомобилей, а у меня такого опыта нет. У нее стоит парашют тормозной, потому что она разгоняется до каких-то запредельных, вообще, скоростей. У нее покрышки, вот задняя покрышка, вот такой ширины. Это вот бублики, которые, когда она резко газует, он весь сворачивается, чтобы машина как можно быстрее прям пульнула вперед. Ну, сами понимаете, 4,5 тысячи лошадиных сил. Это... Ну, в общем, такие вот дела. Пойдемте, кстати, вам сейчас еще покажу мотор 240-й, ну, и уже дам, ну, тачку Руслану, пишу, что нам нужно сделать, и в следующий раз мы уже приедем, ну, с какими-то запчастями, ну, и посмотрим. Может быть, уже даже заведемся в сутки. Ну, что, вот, собственно говоря, блок от 240-й Вольвы, который, я так понимаю, вы пытались понять, что она жрет масло, поменяли турбину. Ну, она дымила у нас. Дымила. Дымила очень сильно. Мы не поняли даже, что она еще жрет масло, она просто очень сильно дымила, это неприлично было так. Ага. Ездить. И вы решили полезть мотор, думая, что здесь лопнул гильз, потому что это болезнь этих моторов. Да. Это Т5Р легендарный, славится этим. Да. Ну, а по факту, каким-то образом, совершенно непонятным. Я лично такого не встречал, но ребята полазили вот на разных сайтах и форумах. В общем, гильза стала немного овальной, и здесь, если, ну, светить вот отсюда, то есть кольцо тупо не прилегало к цилиндру, и, соответственно, ну, сюда попадало масло, и тупо оно через камеру сгорания выгорало. При этом трещин нет. Гильзы вообще в идеальном состоянии. Хон, ну, блин, как будто мотор новый. Но вот видите, мелкие такие приключения, которые случаются, жутко обидные. Вот, кстати, из-за этого я... Ну, короче, есть проблемы вот разных машин, какие-то свои детские болельщики, которые, вот, к сожалению, доставляют очень много приключений. Так что, вот, казалось бы, тачка в идеале, все круто, бери, катайся, там, езди на выставки, а тут хлоп, жор, масло, откуда, чего пока снимешь, пока разберешься. Сейчас вот ребята заказали из Америки гильзы, там, сколько они будут ехать, неделю-две-три, тачка стоит, сезон уходит. Ну, короче, куча всего, что обычно расстраивает, но поскольку мы все автолюбители и энтузиасты, а ребята так вообще большие энтузиасты, у них он полный парт-тачек. Короче, все это делается, я думаю, по большей части из любви к машинам, а не из-за каких-то Америки контейнер-целей, из-за того, что мы все от этого кайфуем. Вы же кайфуете от... Да, безусловно, Т5Р мы с этого прям припомнили. У нас здесь еще целое оно будет снять сюжет. Да, да. Если, опять же, друзья, вам будет интересно, мы вам вообще все покажем, расскажем и так далее. Так, ну что мы имеем? Вольво 740 с довольно редким двигателем B204FT. Я знаю, что ты немножко увлекаешься Вольво и даже чуть-чуть в них разбираешься. Опять же, квалифицированного сервиса по старым Вольвам нет, а ребята, ну, поскольку очень много машин у них было и вот у Степы есть еще Вольво 740 с мотором от Corvette, который сейчас тоже в небольшом Ребилде стоит. Немножко в этом шарит и я все-таки принял решение привезти ее сюда. Но здесь в целом ничего грандиозного, но и все-таки большой объем работы. Она 7 лет не заводилась, стояла в гараже. Это машина моего близкого друга и прежде чем ее запускать, я думаю, что надо поменять рамень ГРМ, залить какую-то разворцовку либо дизельное топливо там в цилиндры, снять клапанную крышку, пролить маслом распредвалы и соответственно въедет масло, а уже после этого менять аккумулятор и запускать. Правильно, да? Да, дальше запускаем мотор, смотрим, насколько он сухой-не сухой, течет-не течет, меняем какие-то сальники. Мне Андрей говорил, что гудит гидросилитер руля, но это вроде не проблема, у нас тут кто-то их даже чинит, насколько я знаю. Также на всякий случай перебрать генератор. Ну а самая здесь большая проблема, здесь стоит сзади независимая подвеска Multilink первого поколения, а у нее, ну соответственно, машине сколько лет? 90-го года, 30 лет машине, я думаю, что на ней стоит поменять все сайлентблоки, которые вот я буду заниматься сайлентблоками, а вас попрошу их поменять и надеюсь, что у вас это получится. Ну и вот в целом, наверное, надо бы поменять колодки, тормозные диски, ну-ка, че тупо обслужить машину и поставить ее на ход. Получится у нас это так? Ну да. Ну что, все отлично, ребята помогут с работой, я на нее буду искать запчасти и надеюсь, что Андрей останется доволен и его машинка опять поедет, будет ездить лучше, чем ездила до, скажем так. Если что, у нас есть запасной мотор. О, да, это вы когда-740, да, делали? Перед тем, как собрать 740, мы купили этот мотор, посмотрели на него и потом подумали, все-таки не отвечая о вас и поставили ее туда. Прикольно. Видите, у ребят, если что, есть запасной мотор, но надеюсь, что он нам не пригодится, что все пройдет по плану. Ну что, спасибо тебе большое, жму руку, тачку оставляем, ну а какие будут с ней новости, мы вам все покажем и расскажем. Спасибо, что смотрите, пишите ваши комменты, до встречи, пока.